Здравия соратники! Вы очень часто меня спрашиваете, как я работаю, где я работаю, чем я занимаюсь. И вот сейчас я хочу показать вам участниц своего проекта эталонный аватар наставничества, которыми я очень горжусь, у которых просто потрясающие результаты. Участниц у нас на самом деле очень много, но я решила вас вначале не перегружать информации и показать нескольких. Если вам понравится, ставьте, пожалуйста, плюсики, пишите свое мнение, и я буду выкладывать несколько раз в месяц наших участниц, которых очень много, и все люди разные, как снежинки, у каждого свой опыт. Поэтому я уверена, что вы найдете очень много нового, очень много полезного в этих прекрасных опытах. Вдохновитесь и, может быть, даже решите поработать со мной или нашей командой. Приятного вам просмотра! Приветствую вас! Давайте немножко окунемся в волшебный мир и познакомимся со мной. Я отвечу на несколько вопросов, чтобы вы лучше узнали меня. Кто вы? Меня зовут Аннабель или Анна. Мне очень нравится это мирское имя Анна. А Аннабель – это его такая расширенная версия, скажем так, которая мне очень близка по духу, поскольку я путешествую по своим прошлым жизням, и в большинстве своем я была именно эльфом. Поэтому этот образ, он буквально сросся с моим духом из жизни в жизнь. Я его воплощаю, поскольку он мне ближе всего. Также я фитнес-тренер онлайн, дипломированный. Я помогаю людям достигать красивых пропорций тела, красивой тонкой талии, поскольку у эльфов тоже есть понятие красоты, есть понятие изящества, есть понятие пропорций красивых. Мы все очень стройные, мы все высокие, мы все такие легкие и воздушные, но в то же время мы сильные, у нас есть мышцы, поэтому мы не пренебрегаем спортом, мы прокачиваем себя как духовно, так и физически. Ваши ценности? Что касается окружающего меня мира и моей жизни, то мои ценности – это красота во всех её проявлениях, это путешествие, это нахождение на природе как можно дольше, поскольку, опять же, я была эльфом, и мы жили только на природе. Мы обожали природу, природа – это наш источник силы, так и закоренилось в моём духе по сей день, что мой дух может напитаться максимально энергией только на природе. В городе я себя растрачиваю, я не могу здесь накопить энергию, здесь меня всё угнетает, здесь меня всё буквально убивает мою суть, я не могу здесь проявить себя, я не вижу себя таким городским жителем, городским обывателем, я – существо природы. А что касается ценностей в людях, то это, конечно же, доброта. Я очень люблю добрых, отзывчивых людей, но это не означает мягких и податливых, ни в коем случае. Добро должно быть с кулаками, на мой взгляд. Тем не менее, это не злые люди, которые умеют мягко, красиво и доходчиво общаться, которые никогда не врут, в первую очередь, самому себе. Для меня это очень важно, чтобы не было лицемерия, чтобы не было агрессии. Для меня это просто чужеродные понятия, я сама такого не имею, и я не могу находиться вблизи с такими же людьми. В каком мире вы мечтали бы жить? Такой это очень обширный вопрос, поскольку я бы хотела для себя идеального мира. Это в том, в котором женщинам было бы безопасно выходить на улицу, в котором мы могли бы одеваться во что угодно и знали бы, что мы находимся в тотальной безопасности, что нет маньяков, нет убийц, нет воров. Также я бы очень хотела больше природы. Наш мир всё больше и больше обрастает каменными джунглями. Мы душим природу, мы душим жизнь, мы не даём ей процветать, мы не даём ей вдохновлять других, заряжать других. Эта система нацелена просто на убийство людей, и матрица прекрасно понимает, и системные работники тоже, что природа даёт жизнь. А без жизни человек и сам жить не сможет. То есть в каменных джунглях могут жить только биороботы, у которых нет духа, у которых нет энергии. Они просто как батарейки для нашей матрицы, и им не нужна подзарядка от живого. Они просто не коннектятся друг с другом, понимаете? А для меня идеальный мир — это там, где много лесов, много природы, и в таком мире смогут жить только люди, только настоящие игроки с энергией, с духом, которые сильны, которые могут заряжаться от природы, которые могут впитывать в себя эту жизнь и жить вечно. Вот такой для меня идеальный мир. Мои сильные качества. Что ж, на мой взгляд, одно из моих самых сильных качеств — это доброта и забота об окружающей мире, об флоре и фауне. Я безумно обожаю животных. Я не могу пройти мимо котиков на улице, всех поглажу. Мне с животными поговорить и найти общий язык куда проще, чем с людьми. Такой интересный факт. Поскольку люди очень часто злые, грубые на язык, они не проявляют себя с хорошей стороны, а животные — они всегда добры. Они не нападут, если не чувствуют агрессии извне. А я всегда к ним дружелюбна. Поэтому и они ко мне тоже всегда дружелюбны. Также моё одно из самых сильных качеств, что отличает меня от большинства людей, это то, что я не лезу с непрошенными советами. Если есть какая-то спорная тема, с которой я не согласна, и меня не спрашивают, я не буду навязываться и высказывать никому ненужное мнение. Если меня спросят, я тактично отвечу, аргументирую свою позицию, почему я думаю так или иначе. Но если меня спровоцировать, если на меня давить своими неудобными вопросами, я отвечу вот что в голове, то и на языке. То есть я не буду это как-то фильтровать и пытаться красиво приукрасить. Я скажу всё так, как есть. Человек обижается. Ну а что ж, не нужно было лезть, правильно? Ваше призвание. Призвание — очень такое интересное слово, будто нас кто-то куда-то призывает. Но на самом деле, если вы будете так думать, что ваше призвание — это что вас кто-то куда-то зовёт извне, это не совсем так, это плохо, это путь в никуда. Это значит, что вы живёте не своими ценностями, не своими желаниями, а желаниями других людей. На самом же деле призвание — это то, куда вас ведёт ваш дух, ваше естество, ваше Высшее Я. Моё призвание и моего духа, мы как такая сплочённая команда, работаем над одним вопросом — это приобретение вечной молодости. Мы хотим привнести в этот мир как можно больше красоты, изящества, доброты и здоровья. Поэтому мы с моим духом трудимся, чтобы жить в этом теле как можно дольше. Моему духу очень нравится это тело, мне очень нравятся мои духи. Мы не хотим расставаться, мы не хотим перерождаться. Мы хотим жить столько, сколько мы хотим, столько, сколько нам нужно, а не эти ничтожные, просто десятилетия, отведённые людям в этом мире. Мне кажется, это просто унизительно мало. Мы должны жить столько, сколько мы хотим. Тысячелетия, либо вечность — это нам решать. И напоследок, чем бы вы хотели поделиться с этим миром? Я бы хотела, чтобы люди наконец-то начали жить свою жизнь, начали идти за своей мечтой, отбросили все эти старые установки о том, что выше своей головы не прыгнешь. Прыгайте, взлетайте, бегите, творите. Вы творец своей реальности. Живите по велению своего сердца, следуйте за своим духом, найдите своё призвание и будьте счастливы. Благодарю вас за внимание и очень надеюсь, что здесь есть люди, которым откликается то, чем я поделилась. Здравствуйте, прекрасная Наталья. Спасибо, что уделили мне время, что нашли это время, поскольку у вас маленький ребёночек, если я правильно понимаю. Конечно, сложно время найти. Всё-таки вы здесь, вы прекрасно выглядите. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы являетесь одной из наших лучших учениц на курсе «Эталонный аватар», поэтому я... вопросиков таких простых. Просто честно отвечайте, всё хорошо. Давайте начнём. Расскажите о себе, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Я родом из Санкт-Петербурга, проживаю в США, отучилась там на инженера и здесь на инженерный менеджмент. Поработала. И сейчас, в общем, я замужем, у меня двое детей. Сейчас старшему 12, младшему 7 месяцев. И я стала... Когда я ушла с работы, буквально в прошлом году, в середине я стала заниматься больше саморазвитием, женственностью, чистками ещё больше. И пошла на образование по гипнотерапии, клинический гипноз. Это онлайн всё, дистанционно. В общем, заняться... заняться не мячем. И, в общем, я рисую, занимаюсь рукоделием, постоянно что-нибудь творю. Сейчас осваиваю видео, контент-криэйтинг. И, в общем, занимаюсь саморазвитием, медитациями и внешностью, соответственно. Я решила пойти как раз на ваш курс эталонный аватар, только я увидела сразу же. Решила, что это прям моё подходит тому, чем я занимаюсь на данной этапе. Круто! Вы такая прям очень разносторонняя личность. Расскажите, как вы узнали о нас, о нашем курсе? О Валерии я знаю. С Валерии я знакома уже около 12 лет. Я подсчитывала, может быть, чуть больше. Да, я, помню, поступала в университет ещё в России на пакалавры. Мне одногруппник там сказал, ой, представляешь, есть тут такая... Ну, что-то там какой-то комментарий дал. А мне так это заинтересовало. Вот. И я стала наблюдать и смотреть. И постоянно Валерия что-то новое такое публиковала, о чём-то рассказывала, о здоровье. Она какие-то новые челленджи делала. Для себя. Просто это было для себя. Она не создавала никаких продуктов на тот момент. И я очень много чего почерпнула. И впоследствии у неё был продукт по волосам. Я купила масло. Мне очень-очень понравилось. Просто обалденный был эффект. Потом я купила крема. Они тоже заходили очень хорошо. Я взяла у неё курс по талии. Тогда я узнала о питании, о вегетарианстве, как там, о шейках. Она много дала очень советов. То есть и впоследствии я уже просто как бы меня подключили в разные группы. И я уже начала отслеживать всё, что появляется. Она начала заниматься чистками. Соответственно, как-то я начала узнавать про эти продукты. И вот чистками я занимаюсь. Первую клизму я сделала в 2022 году. И мне это очень-очень понравилось. Потом я приехала в Россию. Купила там полыни, чистотела. И всё как-то с этого и пошло. И, соответственно, я взяла две чистки. Потом прочитала эталонный аватар книгу. И дальше уже эталонный аватар Скорж вышел. И я, естественно, даже не думая, просто позвонила и сказала, что я очень хочу записаться. И мне не надо убеждать. И я верю всему. И я знаю, что это активно и работает. То, что вы предлагаете. Да, вот это очень классно. Мне тоже нравится в Валерии то, что она даёт очень много бесплатной информации вот на своих страницах. И человек новенький, он уже может достичь шикарных результатов, просто читая посты, смотря видео. Что уж говорить тогда о курсе, о платном. Там вообще просто материалы ого-го. Расскажите, были ли у вас какие-либо сомнения, прежде чем купить, и почему купили всё-таки? Сомнений не было точно, чтобы купить. Было только вопрос, когда и оплаты. Я думаю, никаких других не было моментов. Я ещё, да, немножко такое, что, а как вы думаете, вот у меня ребёнок ещё маленький, я смогу всё это делать, насколько это нужно, это вообще совмещается, я кормлю грудью ещё. И, в принципе, это были основные вопросы. Но, в принципе, они все решились, это несложно оказалось, да, то есть были ли у вас какие-то сложности на курсе? Вопросов, да, всё разрешилось, и сложности было только момент решиться, например, на очередную клизму, вот при личной встрече Валерия мне прописала ещё другую клизму, то есть это надо было сделать, просто первый шаг, дальше уже хорошо всё пошло, и решиться также на касторовую чистку, выпить это, я развела эту касторку, это большое количество, такой стакан, это на меня, это смотрю, просто надо взять всё, собрать в руки и сделать, вот, а дальше, дальше всё было хорошо, дальше только положительные результаты, и понимать, что всё не страшно, всё хорошо, полезно, и только лучше. Да, касторовое масло, конечно, сейчас я его использую только в качестве, то есть уходового средства, поскольку пить я его уже не могу, но я находила такой выход, это заказывала касторовое масло в капсулах, правда капсулы, они желатиновые, но тем не менее, то есть если это чистка, то оно всё, как бы, проходит очень быстро и не задерживается, поэтому я так быстренько проглотила, запила, и всё вышло хорошо. Это тоже такой лайфхак, если очень плохо от масла, то можно капсулы взять. Хорошо, да, спасибо, я думала об этом, не смотрела, ну наверняка думала, они, наверное, придумали капсулы, смотрела. один-два раза можно выпить, но потом, я не знаю, как это вообще пить, это сложно, но это просто супердейственная очистка. Это не сравнится ни с чем. Супер. Как вы оцениваете работу с нами в плане ожидания и реальность? Вот то, что вы ставили себе цели, вы достигли их? Достигла, да. Я даже старалась никаких целей особо не ставить, мне просто интересен бы, какой будет результат и что можно добиться, и я очень довольна, очень довольна. Я просто чувствую себя лучше. Расскажите более подробно о результатах своих, как они, в принципе, повлияли на вашу жизнь? Повлияли на жизнь? Ну вот я такая радостная, такая светящаяся, у меня как будто волосы стали сильнее, лучше, у меня такая кожа яркая, и такое ощущение, что действительно, вот я смотрю сейчас на себя, на камеру, да, я помолодела, точно помолодела и посвежела, и вроде как ничего такого, никаких средств специальных не делали, но вот организм очистился изнутри, и вес, у меня не было цели бросить вес, мне Валерия, да, указала, что там, ну, может лишний вес у вас там как-то есть, но я вроде как была с собой довольна, но все действительно ушло, там, живот настолько ушел вес, и не просто, а кожа подтянулась, вот за счет всех этих масел, и всех процедур, добавок, и самое прекрасное, что это все натуральное, и оно никуда не накапливается, и только лучше себя чувствуешь, ну, что еще, вот спать без подушки, например, это настолько, казалось бы, такая простая вещь, за которую я как-то почему-то бы не догадалась, у меня была какая-то специальная подушка, я какие-то покупала, там все меняла, то сделать массаж, спать без подушки, у меня ушли, ушли какие-то боли, вот у меня были в районе шеи, или головы, как-то вообще окончательно все ушло, и просто регулярность опять ходить в зал, заниматься спортом, и желание это делать, оно есть, вот желание любить себя, заботиться о себе регулярно, на постоянной основе, это очень важно, это вот эти результаты, которые я очень надеюсь, дальше с собой, интегрировала в свою жизнь, и дальше их с собой проводить, это неоценимо, все, дальше какая смерть, какие болезни, они не подступят, они не могут существовать в этом состоянии, полной энергии, жизни, любви. Да, это точно, вот на самом деле, у нас тоже есть такие участники, которые не хотят худеть, то есть они думают, что с ними уход, то есть в плане веса, все хорошо, и пугаются, что вес, он все-таки уходит, то есть здесь нужно понимать то, что паразиты, которые в нас живут, там, слизевики разные и тому подобное, они ведь тоже имеют вес, они имеют свою плотность и свои объемы, и уходя из нашего организма, естественно, мы теряем вес, там, по 3-4 килограмма, а то и больше, причем, что визуально мы можем даже особо и не меняться, но цифра на весах, она меняется, поскольку, конечно же, это все имеет вес, поэтому, да, здесь пугаться не стоит, если у вас нету такой потребности, как похудеть, поэтому здесь лучше, конечно, ориентироваться все-таки на свои параметры, на ситуацию в зеркале, да, чем на веса. Веса, они просто так, для контроля именно, что из нас вышло и сколько. Расскажи мне, пожалуйста, можно еще добавить, извините, и вот сейчас как-то пришло, что изменилось в моей жизни, вот большой плюс, муж стал видеть, что я все это делаю, он тоже параллельно с этим, вот сколько до этого, вот, представляете, сколько бы я ни говорила, он вроде, я занималась спортом, вроде он знает, что я уже этим, здоровье, там, питаться надо правильно, он ничего не делал, а как только я записалась в клуб, получилось, что он как-то параллельно записался на занятия спортом, он похудел, он похудел там на 12 килограммов, тоже стал лучше есть со мной, он стал просить клизмы, ему тоже это понравилось, он даже попробовал свечи, то есть как-то все так изменилось, и он удивляется, не знаю, какие-то странные у вас методы, но он, тем не менее, открыто делается к этому, и это, мне кажется, самое приятное, то есть мы, получилось, вышли вместе даже на этот путь, и это очень, это очень, классная награда. Да, поскольку даже просто еще не начав делать эту программу, да, вот идти по нашей программе, но уже вступив на этот путь, у вас уже меняется сознание, у вас уже меняется энергетика, и самые близкие люди, вот окружающие вас, если они, то есть такие вот более-менее чистые и любят вас, они подстроятся, то есть им деваться просто некуда, они войдут в этот эгрегор и будут уже плыть по течению вместе с вами, и поэтому это очень-очень классно. Потом еще и дети к вам тоже потянутся. Да, я очень желаю, это хочу, и там приехать бабушке, маму, всех привлечь по возможности. Круто, блин, у вас прям такая вот энергетика, супер заряженная, супер такая вот позитивная, сияющая, и давайте тогда вот на этой такой прекрасной ноте, что вы можете порекомендовать нашим зрителям, которые будут этот эфир просматривать. В какой год у нас? Хочу порекомендовать, что обязательно возьмите программу, хотя бы одну программу чистки, если нет возможности там оплатить эталонный аватар, что я, конечно, рекомендую сделать, потому что там более обширный объем и структуры, и по времени вы как под контролем находитесь, кураторов опытных и знающих. Обязательно попробовать. Я попробовала на себе много разных продуктов, они действительно действуют. Возьмите, купите хотя бы крем, попробуйте, как кожа на него реагирует, просто крем для лица от Валерии. Это супер. Какую-нибудь чистку, основную, базовую, там сколько она, на 2-3 недели. Вы почувствуете результат, вы почувствуете себя лучше. Если какие-то были когда-то проблемы с пищеварением, они просто уйдут, их просто не будет. Какие-то высыпания на коже, экзомы, они тоже уйдут. И абсолютнейшие простые средства, как сода, диатомит, уголь, касторка, это просто творят чудеса, и на курсе рассказывают, как это делать, пошагово. И плюс вас добавляют в команду людей, которые тоже на курсе, тоже в этом потоке, в этой энергии, и они каждый день друг с другом переписываются. Они находятся в разных странах мира, поэтому чат просто не останавливается. Иногда я не успеваю все проверить, но скидывают еду, скидывают напитки, скидывают добавки. И это все уже само по себе тоже стимулирует и помогает. А ты знаешь, что ты не один на этом пути. И абсолютно, если вы начнете, вы встанете на этот путь, у вас будут результаты, вы будете довольны, и вы будете счастливы. Супер, да, конечно. Это 100% иметь единомышленников, это очень важно, поскольку, если там кто-то сдается, он этот чат пишет, там его поддерживают, и он опять снова восприет духом и идет дальше, поскольку, конечно, паразитов, они бывают очень часто. Они ведь тоже живые, и они тоже хотят жить. Здесь уже нужно выбирать, чья жизнь важнее, их или наша. Я думаю, здесь просто это даже не вопрос. Люди, они себя всегда выберут. Поэтому, да, стоит прийти, просто хотя бы попробовать эти все чистки, и вы поймете, сколько всего вас живет, и что, если хочешь быть здоровым, молодым, красивым, то за это нужно бороться. Просто так это не дается. То есть нам вот дается в детстве такой, скажем так, запас, но у него есть свой лимит, то есть в аренду, скажем так. И потом он просто источается, и его нужно восполнять постоянно-постоянно. То есть если этого не делать, то просто этот запас иссякнет, и из-за этого, что мы видим, это старость, болезни, и в конце концов смерть. То есть перспектива так себе не вдохновляет. Поэтому, чтобы быть молодым, красивым и здоровым, за это нужно бороться. И программа Валерии, она полностью на это направлена, поскольку этот человек, он прошел огонь, воду и медный труд мы с этими знаниями, все пробовала на себе, скажем так, собрала все вот эти вот пазлы в одну картинку, и теперь делится этим с нами. Вот поэтому идти или не идти на курс, это даже не вопрос, идти однозначно. Вы согласны? Абсолютно, сто процентов. Наталья, тогда спасибо вам большое за уделенное время. Вы такой сияющий человек. Я желаю вам оставаться такой же сияющей, такой же энергичной и позитивной. Здоровья, счастья, молодости вам и всей вашей семье. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Здравствуйте, Валерия. Наконец-то записываю вам видео. У меня какие-то все блоки пространства были. В общем, начинаю с лица. Я еще отправлю фотки. Вот у меня такая ситуация. У меня пигментация эти веснушки на коже. Я делала Милана Тан как-то месяц просто попробовать. С тех пор у меня возникла вот такая вот вещь. Какой-то был прыщ, как-то давно остался от него, ну как что ли, рубец. В общем, от этого бы очень хотелось избавиться. Это еще было до того, как я стала всякие чистки делать. В общем, так у меня ну, испортилось. Сейчас я, конечно, пользуюсь солнцезащитным фильтром обязательно, основой, как вы там рекомендовали для макияжа. В общем, это мое тело, моя фигура. Таким образом у меня сейчас у меня двое детей. Ну, я знаю, что это не повод, чтобы иметь лишний вес. В общем, хотелось бы исправить ситуацию, подтянуть и убрать вот здесь вот жир у меня небольшой. Здесь у меня живой, конечно, он был гораздо стройнее. Немножко, вроде как, у меня что-то есть, но то есть можно везде, на ногах тоже везде можно что-то найти, что хотелось бы подубрать. И самое главное, тоже у меня много пигментных вот этих пятен, веснушек на спине, плечах. Родинок у меня немного, новых не возникало больше. Ну, в общем, от этого всего хотелось бы избавиться. Я стараюсь много лет не попадать под солнце, но когда случайно попадаю, у меня сразу же, сразу же, конечно, возникают веснушки на светлой коже. Вот эти моменты, конечно, хотелось бы убрать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Здравствуйте. Дерюсь результатами программы Эталонный Аватар. Вот моя кожа по завершении курса моё тело. У меня не было цели сбросить вес, но было лишнее, вот кожа или висело что-то на руках, но подтянулось, подтянулся живот, и я также продолжаю заниматься спортом и улучшилась талия. Выросли волосы, теперь они более густые, как будто бы и даже вот отрастают ещё много-много новых молос. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, Марина, очень рада вас здесь видеть, спасибо большое, что уделили мне время. Вы являетесь одной из наших лучших учениц, и я бы хотела вам задать несколько вопросов по нашему курсу. Вопросики простые, в принципе, отвечайте честно, что же, давайте начнём. Расскажите, пожалуйста, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Я сейчас живу в Петербурге, работаю в аптеке, вот, в принципе, всё пока. Так, очень-очень коротко, да? Ну, если что, я сейчас ещё делаю, то гуляю по достопримечательностям, хочу вести блоги, блоги, вот, ну, это последнее, как бы, желание, вот. Да, это очень хорошо, я хоть ещё пока что не была ни разу в Питере, но я видела, что это очень такой красивый, античный город, вот, поэтому, конечно, прогулки по таким местам очень вдохновляют и заряжают, это очень классно. Это да. Разговоришь? Это да? Говорю, это да, вдохновляют, ну, ещё смотря, как гулять, на самом деле. Есть разные виды прогулок? Нет, скорее, есть разные особенности организма, которые могут заставлять тебя не видеть красоту, особенности, если ты плохо видишь и гуляешь без очков, ты ничего этого не увидишь. Это да, конечно. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о нас и были ли у вас какие-то сомнения, прежде чем купить курс? Я узнала о вас с YouTube-канала, Валерий, и я ещё была в чате эталонный аватар, который общедоступный. Ага. То есть, вот откуда-то оттуда, вот прям совсем не помню откуда, но оттуда. И я узнала, что, ну, в общем, меня интересовало в основном только похудение. Ага. Ну, это да, такая тема очень вот распространённая. А сомнения были прежде, чем купить курс? особо уже не было, потому что, ну, внешность просто она влияет на всех. И я вот как это поняла, я увидела предложение, я, в принципе, знала, что это платно, не знала, насколько. Ну, если ты гоняешь свой вес туда-обратно лет 10, уже, в принципе, ну, как, не на всё готов, конечно, но, в принципе, готов заплатить. Потому что гонять вес туда-обратно, это даже преднее, чем быть просто толстым. Ну, смотря как, конечно. Ну, это да, у всех-то всё по-разному, мы очень индивидуальные. А сталкивались ли вы с какими-либо сложностями на курсе? Конечно. Я сейчас не говорю даже о таких сложностях, как там что-то не приходит вовремя, а о том, что нужно много всего делать. То есть, может, не только не хватить времени, но просто ты забудешь часто что-то сделать. И я не знаю людей, которые не забывают. Нет. То есть, это желание в кухне. делать вот столько. У меня уже был опыт, что я принимала таблетки. И их нужно было принимать три раза в день, какие-то два раза в день, какие-то до и до, какие-то после. Я делала график и смотрела в него первое время, чтобы не забыть. Я, в принципе, думала, я всё время буду в него смотреть, сейчас уже я не сильно смотрю в него. да, ну, вот на самом деле это всё дело дисциплины до того момента, пока уже эта привычка не станет, поскольку это всё-таки новый опыт для нашего тела, для нашего мозга в том числе, да, то есть запомнить приём, что, зачем и когда. Но по мере вот дисциплины привычка, она всё-таки вырабатывается. И вот уже у вас третий месяц, да, вот уже заканчивается, уже это у вас вошло в привычку? У меня на самом деле вот именно приём и добавок ещё второй месяц не закончился, у меня два месяца было. Ну, что БАДы принимать нужно, я помню, но вообще я бы хотела поменять, но я только сейчас поняла просто это, чтобы в расписание вносить и какие-то упражнения, и какие-то процедуры тоже, потому что вот, например, с массажем, если... Массаж я сделала один раз забыла, потом сделала два раза забыла, то есть потом мне что-то не получилось, но сейчас я опять не помню. Вот, это не про массаж лица, вот про массаж лица, вот про него я помнила, но у меня с ним не получилось. Вот. А что именно у вас не получилось? А, так у меня просто кожа особенная, она очень быстро, очень легко стирается, прям моментально, и это очень сильно не похоже на других людей, но я от массажа хватило двух раз, чтобы она стерлась, и еще у нас были как раз тогда солевые маски, все разъела, и месяц я облизала. облизала. Ну, да, то есть все нужно подбирать под свой тип кожи, если у вас кожа такая чувствительная, то маски с солью, содой и эфирными маслами вам не подходят. А массаж, в принципе, мы делаем его по маслу, либо по сыворотке, в общем, по скользящему элементу, поэтому таких проблем быть не должно. нет, у меня прям очень сильно стирается кожа, просто я не занимаюсь никаким спортом, и как бы это, я, ну, и забыла, и я не делала еще массаж, а рука у меня тяжелая такая, нормальная, то есть я прям очень хотела избавиться от морщин, вот, и, ну, просто все пусть я могу привести если пример. Вот, есть, допустим, у нас были в школе перекладинки, и когда мы выходили на улицу на физкультуру, на них постоянно все висели, качались, а мне было вот никак, совсем никак, не, даже не попасть на свободное место, но один раз я попала, и это был последний раз, потому что пять минут я покачалась, и у меня мозоли водянистые порвались, образовались и порвались, и также точно, ну, были какие-то физические, уже в взрослом возрасте были какие-то физические вещи, которые мы там всей группой делали, и ни у кого никаких, ну, может, маленькие мозоли, а у меня просто кожа отслоилась, вот, просто громадные мозоли, кожа отслоилась, и я так получила, конечно, занятие поинтереснее, чем мойка посуды, зато, вот, у меня просто не как у всех кожа, может, с этими связаны какие-то проблемы, кожные вообще трогать нельзя, причем она жирная, но не факт, что если бы она не была сухая, она бы не слоилась вообще постоянно. Ну, это да. А как вы оцениваете работу с нами, вот, на нашем курсе, с нашими кураторами, в плане ожидания и реальность, то есть, то, что вы хотели приобрести и то, что вы получили, оно совпало? Ну, вообще, я получила больше, чем хотела, потому что я хотела только хорошую фигуру, но это все длительно, то есть, я сейчас не сбросила еще все, что я хотела, но получилось, что я не только сбросила килограммы, я сделала это сразу после бросания курить, это вообще нереально, обычно я набирала где-нибудь пять, и даже, может, больше, потом, я бросала курить уже, ну, может, лет пять, это были постоянные попытки, и, ну, в общем, из-за некоторых платов все побочки убрались, и, то есть, ну, как бы я, ну, у меня нет теперь побочек, которые у меня были, когда я бросала, у меня было все вообще, и боли в мышцах, и агрессия, и, и, как бы, и нарушения желудочно-кишечного тракта, ну, в работе нарушения очень серьезные, вот, ну, если давление поскакало, может, первые там, первую неделю, ну, это всегда бывает, а так, а так никаких больше побочек не было, я даже, в принципе, стала лучше, то есть, вот, БАДы, которые имеют наотропный эффект, на меня некоторые подействовали, вот, и, как бы, я перешла в режим, ну, не совсем, не полностью перешла, но я перешла в режим, который с эмоционального, как бы, режима на больше на рациональный, вот, и меньше стала принимать таких быстрых решений, которые именно, вот, на эмоциях неправильных, которые мне вредят, вот, я стала больше думать, и у меня появилась энергия, вот, ну, тоже из-за некоторых БАДов, я считаю, вот, потому что спорта, так у меня было маловато, и, то есть, я теперь не лежу на диване от усталости, вообще не лежу. То есть, энергия, в принципе, у вас повысилась, да? Расскажите вот еще более подробно о своих результатах, и как они... Ой, я не до конца услышала вопрос, что это какие-то проблемы со звуком. Расскажите более подробно о своих результатах, и как они повлияли на вашу жизнь? Так, на мою жизнь они еще не сильно повлияли, результаты, вот, например, улучшилась внешность, вот, я похудела пока на 5 килограмм за первый месяц, за второй месяц у меня пока вес стоит, ну, это потому, что я лишена была возможности взвешивать еду, и часто я лишена возможности нормально выспаться из-за моего графика. Это тоже все влияет, но дело в том, что я думала раньше, что люди реагируют только прямо на идеальную внешность, а люди стали относиться ко мне лучше, то есть я еще даже не умею краситься нормально, потому что я не красилась тоже лет 10, я разучилась, я вообще, вообще полностью разучилась, мне теперь надо учиться заново этому, и люди стали разучиться лучше, вот, и мой парень, и домашний, они стали больше меня слышать, и это именно, я знаю, что это связано с внешностью, потому что, ну блин, когда ты внутри весь такой прямо классный, а снаружи даже не прям совсем все плохо, но не сильно классный, и ты замечаешь, что всем плевать вообще какой ты внутри, ну, конечно, умным людям не плевать, но их вообще мало, вот, и все смотрят на внешность, и тебя не слушают, как будто тебя нету вообще, не слушают, что ты говоришь, хотя ты говоришь, в общем-то, правильные рациональные вещи, ты даже сам в своей жизни не используешь, вот, и в принципе, то есть, даже такое, что вот тебя считают умной, но, как бы, это никак не проявляется, то есть, повышают других, и люди повышают людей на работе чисто из-за красоты, больше не из-за чего, ну, они не могут оценить специалисты, если они вообще, вот мы, фармацевты, а не экономисты там, или кадровики, а как они могут оценить? Я могу, допустим, с позиции здоровья оценить, то есть, вот, если у человека вот такая большая сосудистая сеточка на щеках, то, скорее всего, он пьет за боями, и лучше не брать, и он работает, вот, если он не накрасится, если накрасится, это не видно, если хорошо умеешь краситься, вот, а так, люди оценивают именно по красоте, и причем нравится, не нравится, вот, в общем, люди ко мне стали лучше относиться, даже, причем, даже странные, даже энергопампиры стали лучше ко мне относиться, они больше не пытаются ничего откусить, вот, хотя я знаю, что просто у других участников там наоборот, у меня тоже пытались, но сначала, но я перестала реагировать на все вообще эмоционально, я не знаю, что может меня пробить из того, что раньше меня пробивало очень сильно, это тоже из-за того, на самом деле, внешность очень важна, поскольку, да, если человек будет там супер умным, говорить самые классные вещи, самые, то есть, которые просто способны перевернуть весь мир, но он будет неопрятный, там, с грязной головой, либо у него будет неприятный запах изо рта, его просто никто не будет воспринимать всерьез, поэтому, конечно, у нас есть глаза, которыми мы смотрим, а мы так настроены, что мы любим красоту в любом ее проявлении, будь то человек, там, не знаю, животное, или природа, да, то есть, там, красивый цветок, мы направляем свое внимание именно на красоту, поэтому, конечно, внешность, она очень важна. причем даже, ну вот, ты говоришь умные вещи, умные, возможно, среагируют на тебя, как бы ты не выглядел, но умных, вообще-то, меньшинство, так что очень мало людей среагируют на тебя, вообще, на то, что ты умный, тем более, часто сейчас встречается такая ситуация, когда, ну, те люди, от которых зависит принятие решения, наоборот, тупее тебя, они реагируют только на красоту, это я знаю, то, с чем связано, но, что они тупее, вот, но, как бы, то есть, просто решения могут приниматься теперь в мою пользу, меня слышат, блин, я, наверное, буду много раз повторять, особенно, потому что, ну, память не особо улучшилась. Ну, нечего, стоит не сдаваться, следовать дальше по этой программе, по этой схеме, а вот какая у вас была цель, вот, в принципе, похудеть, то есть, вы сбросили 5 килограмм, сколько у вас еще осталось? 10. Ага, еще 10, да? Ну, в принципе, да, вот еще, если двигаться в таком же темпе, по 5 килограмм в месяц, то вот еще 2 месяца, и к лету вы уже будете просто стройной красоткой. у меня уже запланирован шоппинг, потому что, ну, я еще и не покупала себе, из-за того, что вещи практически, ну, красивые, и там, больше, чем необходимо, потому что, вот, пыталась похудеть, вот, когда я похудею, там, я все купила вещи, ну, как-то это затянулось все. Вот. Потом, что еще насчет энергии? Я пока не очень хорошо управляю своим временем, хотя уже нашла, куда там оно утекает, оно вообще ко всем утекает. Кому попало? Я просто бесплатно его раздавил, как будто я буду жить вечно, вот, и как будто мне уже ничего не нужно, что не так, вот, но все равно времени стало больше, за счет повышения активности. Вот. Вот так. Спорт пока тоже, я ничего особо не подкачала, но так, чтобы видно было, но сначала надо снижать, потом подкачивать, я так понимаю, потому что видно и не будет. Вот. Ну, на самом деле, можно двигаться параллельно, то есть, на дефиците калорий мы худеем, мы сбрасываем жир, но питаясь с хорошим таким процентом протеина, и делая силовые тренировки, мы наращиваем мышцы, то есть, жир уходит на его место, мышцы приходят, и поэтому потом, после избавления от лишнего жира, у вас будет не просто там худое тело, возможно, даже дряблое, поскольку мышцы нам очень нужны, а оно будет стройное и подкачанное, поэтому все-таки, конечно, рекомендуется одновременно и худеть, и наращивать мышцы. Вот. Насчет организма еще отдельно можно отметить именно чистки, потому что, ну, я никогда не была в таком весе, ближайшие, там, ближайшие семь лет точно, но живот уходил быстрее, в принципе, довольно, у меня был торчащий живот, но это, опять же, из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, сейчас, ну, там, немножко торчит, конечно, но, прям, не вот так, не как, практически у беременной, вот. И некоторые БАДы, от которых я вообще не ожидала такого действия, то есть, это даже не приписано, они влияют на работу желудочно-кишечного тракта, именно у курильщиков. Так. В принципе, да, то есть, паразиты, которые в нас, различные пленочные тоже, там, структуры, слизиобразные, объем, свой вес, поэтому они нарастают, они их увеличивают, и, естественно, что у нас и живот растет, и, ты такое коренастое телосложение получаешь от них, избавляясь, мы худеем, это понятное дело, поскольку наши органы, они уменьшаются до своего эталонного размера, так что это очень даже хорошо. Ну, удивило, конечно, дело не эталонное, а люди уже лучше реагируют. Я делала еще, вот мы заполняли анкеты в начале, я немножко делала сравнение, вот что изменилось. сегодня прямо дело, вот, по сравнению, кратенько сказать, тоже. Давайте, да. Вот, так, ну, количество прямо пищи снизилось, потому что сейчас 2-3, максимум 4, но 4 это уже, когда пропустил что-то, когда не поел невольно, когда потерпел, потом насчет сна пока тоже, пока нет, потому что, у меня были проблемы со сном, но это возможно продлится где-нибудь полгода, потому что от курения, и от любых видов столпотреблений рецепторы откатываются полгода, вот именно вот, организм избавляется. так. Потом, у меня стало гораздо больше физической активности, в плане того, что я раньше никуда не ходила, вот сейчас я хожу по достопримечательностям, кстати, у многих такая проблема именно вот в больших городах, то есть, вот люди из каких-нибудь маленьких или некрасивых городов, или из Евреи, приезжают, платят деньги, чтобы посмотреть, люди, которые здесь живут, причем даже нормальные, адекватные, ну, куда-то ходили там в детстве с группой, и нет, больше не ходят. Это зря, конечно. Вот так. Потом, спорта у меня все-таки стало больше, потому что его, ну, в принципе, можно сказать, вообще не было. даже на уровне просто прогулок. То есть, я оценивала в 2 балла, как бы, наличие спорта, сейчас где-то 5. То есть, ну, он есть, но надо больше. Вот. Уровень энергии у меня повысился, я сейчас оцениваю на максимум, потому что, ну, может быть, может быть больше, но я не знаю, как это может быть. Потом, уровень вдохновения я пока оцениваю на 9 из 10, потому что, чтобы было больше, чуть еще какие-то результаты от своего вдохновения, потому что у меня много всяких муфлей всегда было, но из-за отсутствия энергии я их не могла воплотить в жизнь. А теперь мне надо получить результаты, и тогда у меня будет еще больше вдохновения. Потом, насчет легкости на подъем. Я раньше оценивала на 3, теперь я оцениваю на 5, потому что я считаю, что нужно фильтровать импульсы. И 5, это, ну, может быть, это не 10, но это просто фильтр на 5. Я считаю, что так и должно быть. Вот. Потом, насчет человек, я настроение. Ну, я думаю, мы все люди настроения. Вот. другое дело, что настроение можно управлять, но все-таки, когда у тебя настроение лучше, ты ведешь себя по-другому, и даже когда оно ровное. Потом, потом частота вдохов у меня почему-то снизилась, пульс немножко тоже снизился, и давление. Но давление, это понятно почему, хотя я вообще-то же, ну, как бы на тонизирующих, в принципе, я не ожидала, что у меня будет такое давление, низкое на тонизирующих. Вот 100 на 70, это мое нормальное рабочее давление. Если ниже будет, мне плохо. Вот. Хотя бывает людям и на пониже тоже хорошо, но они уже очень худые. Вот. На том, плохого настроения у меня почти не бывает. потому что я не знаю, что может сделать теперь плохое настроение. Вот. И на самом деле, ну, вот есть такое, что какие-то проблемы, мы на них реагируем сразу эмоционально, потом начинаем, что-то делать. Я считаю, что эмоциональной реакции не должно быть. Как-то я даже считала, что нормальное состояние человека это отсутствие вообще эмоций. Позитивные они полезны, но как-то у меня был такой случай очень давно уже, когда произошло что-то очень плохое. И я не могла никак это исправить, потому что это зависело вообще не от меня. и вот под проблемой я как-то находилась больше месяца. У меня вынесло почти многие чувства, ощущения, типа, что среды и почти все эмоции. Блин, как же хорошо тогда работала память. Просто вот я вспоминала такое, что я не не могла даже знать, что я помню. Вот, еще лучше даже, чем в детстве. У меня в детстве была довольно хорошая память, потом она испортилась. Вот, и, ну не испортилась, можно сказать, она стала как у всех. и я не знаю, как этими, что делать вообще с этими ошмотками и зачем они нужны. Я не помню, кто я, где я живу. Это хорошо. Вот, а когда эмоций нет, ты помнишь, ну, все, что ты хочешь, ты вспоминаешь. А в детстве было что-то похожее, но не так сильно. Вот, но все-таки без эмоций вообще лучше. Но я и была не сильно эмоциональным человеком, пока меня не раскачали. Все. Вот. Так. Потом. Потом я стала намного бледнее. У меня были тоже немножко вот красных этих сосудиков. Это было из-за курения и эти сосудики пропали. Ну, еще из-за повышенного давления, когда оно есть, тоже бывает. От курения давление повышается. Если долго, то на постоянной основе. Вот. У меня исчезли эти сосудики, лицо стало почище вот за счет того, что давление ниже и за счет того, что, ну, они вообще куда-то пропадают. У меня остались только сосудики от очков, где они обычно бывают, и все. Ну, и там постакны я не убирала еще на счет. Насчет отбеливания маслом лимона. Я не знаю, я попробую, но, возможно, мне придется с этим завязать. Нет, вы знаете, вот вам с вашей кожей вот лимон лучше не использовать. Вам больше подойдет косметика для чувствительной кожи. Если это уходовые, то это тканевые маски, различные патчи. Если же это, допустим, крема, там различные сыворотки, да, то максимально щадящие, то есть это в этом случае. Если это пилинг, то это пилинг скатка, то есть он скатывает вот аккуратненько и очищает вам лишнюю кожу, да, вот, в том числе и отбеливает. Если же это крема, допустим, либо сыворотки, то как это средство называется, неоцинамид, вот, крема с неоцинамидом, они очень хорошо отбеливают кожу прям вот с первого раза просто. А, то есть они еще и отбеливают. Просто я вот именно знаю такой эффект, что они убирают красноту, когда она есть, причем даже кожа остается поврежденной, если, ну, они, конечно, кисленькие, но не сильно, то все равно она не красная. И я из-за этого очень любила маски с этим всем, потому что у меня кожа склонна к покраснению. Вот. А вот насчет отбеливания я не знала. Ну, он, да, мне в принципе подходит. Мне вот кислоты не подходят, причем, если раньше мне не подходила спиртовая солицинка, то сейчас еще все эти вот модные фруктовые кислоты, это все нет, это потом появляются раны, которые вообще не заживают. Спирт вообще, то есть средства для кожи со спиртом использовать нельзя, он слишком кожу пересушивает, она такая потом, как бумага, такая вот пергаментная, поэтому лучше не стоит такое использовать. Если в качестве допустим дезинфекции кожи, то можно использовать перекись либо же хлоргексидин, но ни в коем случае ни спирт, ни мыло. Ну, мыло я пока использую, перекись я бы не стала, потому что, ну, вот если хорошая перекись, и ты пролешь себе на руку немножко, я проливала, мы просто готовили перекись, разливали по бутылкам, это была прямо хорошая перекись, и вот как бы она прямо тоже выжигает, то есть твоя кожа становится белой, очень сильной, но она как мертвая, вот, но это была хорошая перекись, может она была чуть более концентрированная, мне не нравится перекись на коже, а спирт вреден вообще для всех, ну, наружную, то есть, ну, руки можно, жалко, вот, потому что они у всех довольно сухие, вот, а лицо не надо ни в коем случае, это раньше, салициловый спирт назначали некоторые, сейчас по старинке, но просто это дерматологи, которые, ну, они не обновляли свои знания, и они считают, например, наверное, что красота это излишне, и они, вот, врачи должны спасать жизни, лечить болезни, вот, дерматологов мало хороших, которые именно помогут тебе выглядеть лучше. можно, то есть, точечно, после чистки лица, там, на ранки, на прыщи, допустим, вот, помазать, ватной плачкой, вот, и все, но не на все лицо, это точно не так. Это да. Ну, я так делала, конечно, раньше. Все бы так делали, я тоже этим грешила, потом, когда поняла, что у меня из-за пересушенности кожи, из-за спирта, кожное сало вырабатывается еще больше, чем раньше, поскольку это же наш такой защитный барьер, я перестала это все делать, и мылом умываться, и спиртом мазаться, и кожа постепенно возобновилась. Ой, не, я довела свою кожу до такого, что она, ну, опять же, раны были, сначала вот от салицилового спирта, чистый спирт, кстати, лучше, чем салициловый, ну, все-таки он вредный, но он не такой вредный, как салициловый, то есть кислота все-таки самая вредная для меня, вот, ну, как бы я все это делала, я все это знаю, я еще, это я еще мало делала для кожи, потому что у меня проблемная кожа, проблемы прошли, когда меня посадили на гормоны для женщин, вот, а так, ну, есть там вредные одни таблетки, я их тоже пробовала, я все пробовала, вот, все, что было в зоне досекаемости, ну, как бы, это была, ну, не то, что даже гормональная причина, это уже не то, что не исправить даже, это, наверное, исправить, но у меня из-за любого внутреннего повреждения, вообще из-за любого, в любом органе, сразу где-нибудь высыпает, причем, если это сильное и обширное повреждение, не помогут никакие таблетки, вот, пока оно не зарастет, то и тут тоже не зарастет, еще бы знать, как это связано, вот, то есть, чтобы сразу, вот, повреждение, не знаю, допустим, желудка высыпает здесь, потому что высыпает так нормально, сразу кожа начинает, именно вот, выделять кожное сало много и начинает прям такие, ну, прям на улицу выйти страшно. Ну, проблемы с кожей, это у нас два органа, это печень и кишечник, вот, поэтому я уверена, что к концу курса, полного курса этой чистки у вас все проблемы решатся, это 100%, поскольку она у нас отображается и снаружи, это 100%, конечно, ваши результаты, они очень хорошие, я уверена, что будут еще лучше, можете вы что-нибудь напоследок порекомендовать нашим зрителям по поводу нас? Так, что порекомендовать по поводу вас? Если они хотят похудеть, они однозначно могут записываться, если они хотят бросить курить и у них не получается тоже, потому что, опять же, я пробовала, ну, таблетки, по крайней мере, я все пробовала, я не пробовала там врача, нарколога, ну, тех, которым я говорила, что вот, я бросала там 10 раз, у меня не получается на медкомиссиях, они говорили, что, ну, как бы, то есть, они могут предложить мне только то же самое, что я могу купить без рецепта и ничего больше, то есть, я знаю, допустим, некоторые врачи, даже терапевты назначают какие-то серьезные психиотропные препараты, чтобы человек просто хотя бы не агрессировал, хотя, я думаю, ваш препарат, кому помогает он лучше, не препарат, а добавка, как бы, вот, ну, для меня, по крайней мере, лучше, вот, но ничего вообще, то есть, я даже знаю, что одному там мужчине назначали тритика, это прям, говорят, очень мощный, я сама без врача его бы ни за что не попробовала, ни за что на образовании, вот, мне не назначали ничего вообще, даже успокаивающих на травках, вот, как бы, а это именно, ну, как, конечно, эту агрессию можно претерпеть, можно перебугаться со своими родственниками, можно как-то повредить своему текущему положению, могут даже, наверное, сработать, потому что я еще не самая агрессивная в этом плане, вот, как бы, просто ты не сдерживаешься, вот, просто тебя дергает эмоционально колбасит туда-сюда, и, то есть, в общем, если есть проблемы какие-то с тем, что бросить курить, и именно, вот, вы понимаете, что вы бросаете, и что-то происходит, такое, и вы ищете в интернете, там, и никак, то это, то, и никак нигде ответы, что просто люди, у которых, которые не могут бросить курить, у них нет силы воли, там, пишут, или нужно все перетерпеть, нет, я считаю, терпеть нельзя, потому что организм за это время повредится, и причем вы еще не знаете как, и нужно именно вот с помощью бросать какой-то, если, если кто-то не может помочь, то, возможно, здесь поможет. В том, в интернете, вот, это очень большой стресс для организма, это вырабатывается у нас гормон стресса кортизол, и мозг, он дает сигнал о том, чтобы его заглушить, и он, человек, да, вот действует в привычном ему способе, это попурить, выпить, там, или поесть вредности, что-то, поэтому, это вот очень хорошо, что у нас на курсе, мы не терпим, и мы именно боремся с первопричиной, и устраняя ее, даже, то есть, не приходится, там, терпеть, там, как-то сдерживать себя, поскольку позывов больше нет, вот, поэтому это круто, да, вот, и с этим мы тоже боремся, с разными видами зависимостей, что же, Марина, спасибо вам огромное за участие, я вам желаю не останавливаться на достигнутом, поскольку знания с этого курса остаются с вами, в принципе, на достигнутом, и я уверена, что через месяц, или два, вы еще порадуете нас своими результатами, своими стройными фотографиями с пляжа, вот, поэтому я вам желаю удачи, спасибо вам огромное за уделенное время, всего доброго. Спасибо вам тоже за уделенное время, и за хорошие пожелания, и высокую оценку результатов, вот, потому что я из тех, кому всегда мало, просто, вот, еще хочу сказать немножко насчет кожи, это я уже в процессе заметила, когда я красилась, потому что, ну, есть же два типа тональников, насколько я знаю, желтые и розовые, вот, и у меня из-за проблем с печенью был желтоватый оттенок лица, и вообще, мне больше не подходит желтый тональник, возможно, вот именно, как бы, это можно, конечно, померить, но вот именно состояние печени улучшилось за счет очищения, за счет груди не знаю, это практически безопасный метод, вот, как бы, печень именно очистилась вот за счет этого, там, за счет добавки мы принимаем, в принципе, мне понравилась добавка для печени, потому что я ее не принимала, у меня была медвежья желчь, ну, я, конечно, очень рада, что у вас все это нормализовалось, я сейчас вот перевижу перед собой абсолютно красивую, белую, чистую кожу, поэтому это очень круто. Это будет еще лучше. Спасибо, тогда вам огромное, не буду больше вас задерживать. Еще раз. Вы у меня пропадаете периодически, вот сейчас опять, ну, именно звук пропадает. я говорю, что спасибо вам огромное за уделенное время, у вас очень-очень классные результаты, а будут еще лучше, вот, поэтому я вам желаю всего хорошего, терпения, удачи, мы с вами. Все, дорогая, до новых встреч. До новых встреч. Приветствую, дорогая любовь, вы очень прекрасно выглядите, спасибо большое, что уделяете мне время, вы являетесь одной из из наших лучших учениц, поэтому я бы хотела вам сегодня задать несколько вопросов по нашему курсу. Пройдемся, отвечайте честно, все как есть. Расскажите, пожалуйста, кто вы, откуда и чем вы занимаетесь. Меня зовут Любовь, я занимаюсь творчеством, я из России, люблю петь, играть на портепиано и также рисую. Вау, супер. Сталкивались ли вы с какими-то сложностями у нас на курсе, либо, допустим, перед покупкой курса, знаете, вот есть такие паразитарные мысли, мол, типа, не нужно оно тебе, не покупай, там опасно. Ну вот у меня таких мыслей не было, я сразу была уверена, что приду сюда и вну свою жизнь в лучшую сторону. Возникали, конечно же, трудностей, например, я человек неактивный, и я думала, что не справлюсь с тем, чтобы добавить в свой образ жизни тренировки, но у меня получилось, благодаря курсу я смогла улучшить качество своей жизни, и я очень рада, не пожалела об этом выборе, и буду дальше развиваться. Класс, супер, да, действительно, со спортом куда интереснее, кажется, жизнь, такой вот более насыщенной, более разнообразной, потому что спорт, он повышает у нас гормон счастья, и поэтому просто невозможно жить без спорта, это ужасно, мне кажется. Расскажите, как вы узнали о нас? Узнала я вас через тикток Валерии Лукьяновой, я давно за ней слежу, около года, или даже два года, поэтому, когда я узнала, что начинаются курсы, я очень хотела в них поучаствовать, когда вышла новая книга, и я не пожалела, что всё-таки решила участвовать. Супер. А были у вас какие-то сомнения, прежде чем купить, и почему купили всё-таки? Ну, сомнений не было, то есть я сначала прошла консультацию и поняла, что да, я буду участвовать. Супер, то есть прям вот так вот сразу, без сомнений, без раздумий, мне это нужно, да? Да, да, да. Класс. А как вы оцениваете работу с нами в плане ожидания и реальности? Совпало ли у вас то, что вы хотели приобрести на курсе, и то, что вы уже получили? Я бы сказала, что даже реальность намного лучше, превзошла все ожидания, я не ожидала, что смогу сбросить целых 10 килограмм, то есть я с более такими простыми целями, но в итоге, очистив свой организм, я смогла сбросить целых 10 килограмм за 3 месяца, и это для меня очень большой результат, я улучшила свой иммунитет, здоровье, и это полностью превзошло все мои ожидания, то есть изначально я приходила сюда, чтобы исправить осанку, чтобы подтянуть фигуру немножко, и это все цели были достигнуты даже больше, чем должно быть. круто, вообще столько веса ушло, на самом деле вот вес, который здесь теряют участники, это не только жир, либо отеки, это также еще и вес паразитов, поскольку у нас в организме они весят не граммы, а прям килограммы, 3-4 килограмма, это чистые паразитарные пленки, различные другие виды, поэтому да, из себя сразу же вес становятся меньше, параметры куда тоньше, поскольку они тоже имеют и свой некий объем, то есть налипая на наших органах, они их увеличивают, поэтому избавляясь от них, конечно же и параметры тоже тоньше, и вес меньше. Расскажите более подробно о своих результатах, какие вы получили, и как эти результаты повлияли на вашу жизнь. Ну, конечно же, все результаты улучшили качество моей жизни, улучшили настроение, и я стала чувствовать себя намного лучше. Первое, что я смогла добиться, это осанка, то есть я смогла улучшить племоту своего тела благодаря физическим упражнениям, также также добилась стройности тела, улучшила кожу леса благодаря маскам, то есть я тоже не ожидала, что смогу улучшить качество своей кожи, и безусловно сбросила лишний вес за счет чисток, то есть избавила от этих грибковых экосистем в своем организме, и я считаю, что это очень повысило уровень моей жизни, меня стали окружать более благоприятные события за счет того, что я нахожусь в здоровом теле, как говорится, здоровый теле, здоровый дух. Класс, вообще, да, конечно, энергетика у нас тут повышается очень сильно, открываются новые возможности, новые каналы, новые люди сразу же притягиваются более чистые. Скажите, на каком вы типе питания сейчас, вы веган или всеедный человек? Я и до начала курса была веганом, и сейчас я смогла более вести сбалансированный образ жизни, то есть вела более правильные продукты, избавилась от различных вредных продуктов, жареных, то есть я была веганом, но ела веганскую пищу. И я смогла избавиться от этого, и у меня даже желания теперь больше нет есть вот эту вредную еду. Класс! Потому что, да, все вот эти желания к чему-то плохому, к чему-то вредному, это желания далеко не наши. Это вот эти подселенцы, которые в нас живут, это они нам диктуют, они буквально нам в кровь впрыскивают вот свои желания, свои яды, и мы хотим вредности, а как только мы чистимся от них, чистим свою кровь, чистим свой организм в целом, все свои органы, сразу же куда-то и желания все эти пропадают. Поэтому, да, конечно, тут уже даже не возникает вопроса о том, что сами мы в себе живем, или кто-то еще, есть по-любому, есть кто-то еще, поскольку человек, он рождается изначально таким чистым, эталонным, и просто потом с годами нас загаживают неправильными мыслями, неправильной едой, и получается, что это так или иначе влияет на нас, на наши желания, и поэтому люди не живут долго, не живут здоровыми, даже вот до момента смерти, да, они болеют, потому что это все, они в себя запихивают просто такие яды, что это ужас просто. А вы занимаетесь спортом дома или в спортзале? Я занимаюсь дома спортом, но я бы хотела еще начать ходить на тренажеры, потому что у меня дома только белый и эллипсный, а есть еще другие силовые тренажеры, которых у меня нет, и на которые я захотела бы заниматься, и в лучшем планирую записаться. Супер, но на самом деле многие недооценивают тренировки дома с собственным весом, поскольку действительно, то есть имея вес своего тела, можно очень-очень хорошо прокачаться. Вот допустим, даже обычные притедания, их можно варьировать по-разному, можно на двух ногах, можно на одной ноге приседать, можно с выпрыгиванием наверх, то есть сразу же увеличивается нагрузка на ноги, на ягодицы, да, поэтому можно так вот поэкспериментировать дома с весом собственным, да, если допустим брать дополнительный вес, то это можно просто бутылки с водой взять, то есть по пол-литра это для рук и по пять литров это на низ, там на приседания, вот и тому подобное, то есть в принципе если есть желание у человека, то найдется все и собственный вес, и дополнительный вес, поэтому да, желание это то, чем мы в принципе вот руководствуемся по жизни. Ну и напоследок расскажите, что вы бы могли порекомендовать другим по поводу нас? Я хочу порекомендовать не откладывать и не сомневаться в своем выборе, то есть несмотря на то, что я молодая, нужно начинать заботиться о себе как можно раньше, поэтому если у вас есть возможность, есть желание, то не откладывайте и делайте все прямо сейчас. Супер, спасибо вам огромное, на самом деле я вам тоже желаю достигать еще больших результатов, не останавливаться на том, что вы уже имеете, поскольку куда проще не допустить возникновение болезней и старости, чем потом бороться с этим. Поэтому удачи вам, курс хоть и заканчивается здесь, но он не заканчивается в вашей жизни, с вами остаются все эти знания, что как принимать, в каком ритме, темпе и направлении двигаться, поэтому у вас будут еще более крутые результаты, я в этом уверена. Что ж, спасибо вам огромное за уделенное время, всего вам доброго. До свидания, спасибо большое. Здравствуйте, дорогая Инна, спасибо вам большое, что уделили мне время, внимание. Вы являетесь одной из наших лучших учениц, с лучшими результатами. Я бы хотела вам сегодня задать несколько таких простых вопросиков по поводу нашего курса. Давайте начнем с того, что расскажите о себе, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Так, здравствуйте, меня зовут Инна, я живу в Москве уже более 13 лет, сама я из поменьше города Уфа. Ну, в чем я занимаюсь? Я работаю в институте, получается, комендантом, то есть у меня огромное здание, за которое я ответственная и за детей, и за все-все-все. Мне эта должность очень нравится, потому что я люблю ответственность, люблю, не скажу, что командовать люблю, но люблю, когда все по полочкам. Так, это вот у меня семья, муж, я многодетная мама, у меня четверо детей, двое из них уже взрослые, старшему 22, а самый младший сейчас будет три годика на днях. В общем, вот четверо детей. Я и так, что я хочу еще сказать о себе? Ну, наверное, это по вопросам, я потихонечку еще буду дополнять, я думаю. Да, хорошо, в принципе. В других вопросах может я еще что-то дополню. Да, хорошо. Четверо детей, я бы никогда по вам не сказала, что у вас четверо детей просто потрясающе выглядеть. Мне никто никогда не говорит, я очень люблю спорт, и очень, ну, я очень рада, что так. А сейчас это еще лучше, потому что с курсом, с этим, я прям вообще цветущая, полная энергия. Ну, давайте по порядку, да? Не буду произнести. Вам видно, прям улыбка сияет, классно очень, прям огонь жизни у вас горит в глазах. Сталкивались ли вы с какими-то трудностями, например, на курсе, возможно, вам было что-то сложное, либо же как принимать их, либо же, знаете, вот такое бывает очень часто, что перед покупкой курса людям такой голос в голове, не покупай, там все плохо будет, туда идти нельзя. Так, сейчас, с самого начала, мне Валерия очень понравилась, я ее знаю около, наверное, уже более четырех лет, потому что я ее увидела в интернете, Марина Малини, может быть, кто-то знает, у нее на странице, я увидела, и я прям просто в той теме, в которой я очень люблю, и она это все рассказывает, и я всю нашу жизнь складываю на определенные пазлы, но они не складываются, очень много которых, очень много вопросов, на которых нет ответов, я вот, и всегда что-то во всем вот ищешь, ответы, будем так, и Валерия очень дала много ответов на мои вопросы, были такие, я не буду уточнять именно в чем, но есть, у нее очень много тем, очень много сфер, в которых она, и я прям, это все мое, и я очень мечтала попасть на ее вот эту чистку, я очень мечтала, потому что я сама по себе очень по медицине, я очень люблю народную, у меня в аптечке нет никаких лекарств, я детей никогда лекарствами не лечила, я против прививок, ну, в общем, я такая прям, мне, может, скажут, слишком, ну, кто-то считает, но я знаю, что я все делаю правильно, и благодаря этому курсу я еще более на точном и верном пути, я прям очень, как бы, очень рада, что у меня получилось, у меня, конечно же, было в денежном плане проблемы, что, ну, я потихонечку на несколько частей, ну, хотя бы я так смогла, что я, ну, на несколько частей, и ладно, этот курс, я все равно, я в нем, я очень, я очень рада, ну, у меня даже, вот есть такое чувство, вот прям распирает, вот меня распирает, вот я даже, говорю об этом, мне мурашки ползают, просто эти чистки, это все, что я когда-либо делала, а я всегда все делала осознанно, у меня домашние роды, у меня чистки перед, каждая запланированная, я до такой степени, у меня нет ничего, ой, откуда, вдруг взлетелось, или еще что-то, не было такого в жизни, когда у меня все так планировано в жизни, но я не очень умею с деньгами, если честно, я не ставила на первое место, я так называю, не умею, до сих пор как-то, для меня любовь, семья, вот они на первом месте, и всегда, я их всех ставила на первом месте, а теперь я на первом месте, я для себя, вообще только я на первом месте, дальше уже, если я вот такая, то все вокруг такое же, вот это вот, Валерия, вот это дает, ей большое спасибо, большая благодарность. Да, это очень правильно, поскольку, когда счастливы мы, когда счастливы женщины, то счастливы все вокруг нее, счастливы муж, счастливы дети, а если мама будет такая, просто как загранная лошадь, там постоянно, некрасивая, убитая просто, ну кому от этого будет хорошо? Да никому, поэтому мы сначала поднимаем энергию в себе, потом другие вдохновляются нашими результатами, и загораются сами, загораются этой жизнью, загораются этим азартом, и вот часто тоже спрашивают, как мне будет там заставить свою вторую половинку, там чистки делать, либо же перейти на веганство, то никак, просто делайте все сами, он сам, вами потом вдохновится, он увидит ваши результаты, ваш подъем энергии, ваш запал к жизни, он захочет так же, там или она, поэтому никого заставлять не нужно, мы сначала работаем в себе, а потом мир уже постраивается под нас. Да, 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 да. И когда делаю чистки определенные, совсем меняется сознание, меняется, все меняется, во-первых, внешне и внутренне, и особенно голова, она полностью меняется, и моя родня, скажу честно, со стороны мужа, конечно же, я, ну, я всю жизнь, сколько они меня знают, я не ем мясо, очень много лет его не ем, они уже с этим вроде бы свыклись, что я не пью спиртное, ни в каком виде, тоже, ну, как бы свыклись, но это для меня доказывать, что-либо говорить, ну, я уже такую, это устала, а сейчас уже как-то это все мне проще, легче, и прям уже, как бы с роднёй, но то, что я делала вот эти чистки, и какое у меня сейчас сознание совсем другое, что я защищаться умею, что, оказывается, могу за себя сказать, а не так покладисто, ну, как меня мама воспитывала, не надо обижаться, не обращай внимания, ну, то есть, нет, надо любить себя, надо за себя стоять, надо себя защищать, надо, и вообще все надо, чтобы для тебя любимый был весь мир, и для этого, вот, есть такие, для чего мы живём, есть такие слова, ну, это надо со внутреннего мира начинать, очищать, и тогда уже всё понимается, что, зачем, и почему, и всё по полочкам распределяется в мозге, в мозгу, как это называется, ну, правильно, вы поняли, то есть, вот, чистки, конечно, я очень много чего пробовала, очень много, но, таких результатов никогда не было, и даже, даже близко не было таких результатов, ну, может, лишнее скажу, кого я видела, кто во мне, хотя меня с ними, мы поговорим о результатах, обо всём по порядку, расскажите, пожалуйста, как вы узнали о нашем курсе? Как я узнала, ну, у меня в ВК, ВК, ВКонтакте, я подписана на Валерию, и она, были и раньше курсы определенные, я тоже смотрела, и, ну, это то, что с чисткой связано, что я очень люблю, с чего, я знаю, что надо начинать именно с этого, и потихонечку пойду уже к тому, чего дальше к хорошему, и я правильно сделала, что купила, не купила, а вообще вот этот курс, и я прям, не знаю, как это сказать, всё не просто так, это не просто так на моём пути, и я этим воспользовалась, и я очень рада, и я воспользовалась этим, не скажу, что совсем с лёгкостью, потому что в плане, в день, в денежках, ну, 70 процентов, прям, ну, это тридцаточка, ну, ничего, она даже, и всё, на 100 процентов, я очень рада, что я вообще, на этот курс, потому что столько энергии, столько позитива, столько, я ведь целый день, а сейчас вечер, а я ведь целый день такая, с утра, когда просыпаюсь, и когда раньше я писала, что я к вечеру портится, а, нет, утром, что я встаю, какая-то помятая, я встаю, вообще не помятая, я встаю, прекрасная, я хочу сказать, вот в чём поменялось ещё лицо, очень сильно поменялось, и отёков нет, и реально моложе, моложе, не дают, не дают, уже не дают, а что дальше, обязательно продолжать, и по возможности я обязательно буду продолжать, и всем советую очень. Да, очень важно, поскольку этот курс, хоть имеет ограниченное время, вот там два месяца, но тем не менее, это инвестиция в своё будущее, то есть те знания, которые мы здесь приобретаем, мы потом воспользуемся ими на протяжении всей своей жизни, мы получаем здесь и сейчас очень клёвый результат, который потом нам просто нужно поддерживать, ведь эти знания... по-другому даже уже и не хочется, уже совсем другие предпочтения в еде, в питании, это самое основное причём, совсем другие предпочтения, уже этого и не хочется совершенно, это да, это очень большой плюс. Какие-то сомнения перед покупкой курса? Были у меня по моему времени, у меня же детишки, если я тут на работе, то дома это вторая смена, то есть я думала, что у меня будет не хватать времени на себя, как обычно, но если вы хотите, если вы ставите себе цели, и если вы видите результаты после даже первых там масочек, каких-то массажей, видите результаты, и прям находится время автоматически, как-то оно находится, и находится время и выспаться, оказывается, чего в жизни вроде бы кажется, что работа дом, например, или там у кого что, ну обычно так работа дом, нет, находится. Может быть, конечно, ну не на все 100% этого времени, но 70% находится, даже если эти 70% использовать, вы уже будете прекрасны, я не знаю, как это сказать, и внутренне, и внешне. хотя бы, вот я 70% схожу, что по времени, я маску, например, я один раз в день могу делать, не два, то есть у меня утро тоже, утром массаж, вечером маска, вот у меня, мой, и я, может быть, не всегда могу это снять, на видео там прислать, как-то отчеты, но с БАДами тоже было немножечко сложновато в начале, но потом, когда правильно, когда нужно каждый курс смотреть по несколько, несколько раз, и я записываю все слово в слово, завела очень красивую тетрадочку, я ей пользуюсь, подглядываю, подсматриваю, и всегда, и записываю, нахожу даже на это время, чтобы писать и записывать, все находится, потому что не думайте, что время, нет, правильно все, не говорите, что нет времени, всегда есть время на себя любимое, оно находится, как, ну, находится, я это уже на себе подключила, то есть выпить БАДы, это пару секунд, раз и выпил, массаж лица сделай, то есть там, от 5 до 15 минут, это не так уж и много, нанести маску, это тоже там, то есть пару секунд там, вот ее намазать, потом просто ходить с ней, там, готовить, кушать можно, а маска будет работать в этом, вот, это у меня не светит такой, что я вот и в масочке, и вот совсем, утром, конечно, массажик, макияж, и побежала. Класс, а почему вот купили все-таки у нас курс? Что вот вас подвигло? У меня была такая ситуация в жизни, уже полтора года назад, у меня не стало мамой моей, и я просто пала духом, у меня как будто бы вместе с ней умерла половина, даже больше моей жизни, у меня как будто смысл исчез, немножечко, то, что я рыдала каждый день, это еще ничего, но когда ее кремировали, я занималась, сейчас я по порядку скажу, в шесть месяцев, до шести месяцев, как ее не стало, я чувствовала ее рядом, я слышала ее голос, но когда подходили эти шесть месяцев, я чувствовала, что больше ее не будет рядом, я это очень чувствовала, я не знаю, может, тот скажет, что не может быть, но я знаю, что полгода она была со мной, и когда вот эти полгода случились, у меня очень был месяц, я прям была очень разбитая, и услышала от любимого своего мужа, что я, оказывается, старуха старая, и только седых волос мне не хватает, и когда ты слышишь о любимом человеке, от любимого человека такое, и вообще любая женщина, от любого даже человека, если это услышит, это останется внутри, я пыталась, пыталась как-то убрать из себя, но как-то у меня не получилось, вот эти обиды, вот эти вот, есть вот эти, да, жизненные, но получается так, что вот на этом курсе я хочу сказать, что мозг по-другому работает, я не скажу, что нет обид, но как-то это все по-другому, это, в общем, я составляю себе планы, я над этим работаю, я еще не могу до конца, потому что это начало, курс три месяца, это только начало, я считаю, для меня это очень только первое начало, что я буду дальше двигаться обязательно, и еще нужно, еще нужно стратегические такие мысли, в голове получше, поконкретнее, вот, и поэтому вот все совпало так, что еще плюс этот курс, и на этом курсе были такие слова, которые не нужны были, я не знаю, как это объяснить, в общем, я, получается, взяла этот курс, и я очень счастлива, я очень счастлива, и у меня совсем сейчас по-другому, и даже то, что у меня не стало самого близкого человека в моей жизни, это я совсем по-другому сейчас реагирую на это все, если я скажу, только начинала про это рассказывать, мне эти клетчатки сейчас нет, сейчас осмыслила все вообще полностью, то есть не нужно себя, о чем занималась я, вот, и наоборот, не хватало энергии, есть такое оправдание, да, поскольку потерять близкого человека, это очень сложно, морально, и, кстати, вот так вот, касаясь немножко темы эзотерики, да, что вот очень часто духи, которые погибают, вот тело, когда оно погибает, наши вот родные духи, они думают, что если они будут с нами рядом как можно дольше, это будет нас утешать, но на самом деле это еще хуже, поскольку мы их чувствуем, но мы не можем их потрогать, обнять, поэтому лучше вот умереть и идти дальше, там, на вторую там жизнь, вообще-то не с себя, не родных, потому что вы выбрались из-за этого, просто вы большая, молодец, вы умничка, я не вижу, перед собой там бабки стали, просто молодая, шикарная девушка. Да, у меня все подруги тоже в шоке, ну, ладно, ну, так вот, такой муж вот у меня. А как вы оцениваете работу с нами в плане ожидания и реальность? Получили ли вы то, что планировали на курсе? Да, да, я получила, вот, я не помню, как это называется, колесо. Баланс, да. Как тортик, нарезанный тортик, я так назову, и каждая графа у меня была там по баллам, низко все, сейчас очень много чего прям, еще можно работать, есть маленькие совсем такие детальчики, но в большинстве, это 90% у меня просто все возросло, очень-очень, практически на 10 баллов, и вот по шкале 10-бальной, я в восторге, я счастлива. Классно, да, потому что нет предела совершенства, можно развиваться, этот потенциал просто бесконечен. Расскажите, пожалуйста, подробно о своих результатах, что вы получили, и как они повлияли на вашу жизнь. Результаты. Энергия. У меня стало очень много энергии. Я с утра, я уже говорила, я просыпаюсь, я просто вот, я полна энергии на целый день. Если я еду с работы полтора часа до дома в метро, я засыпала, посыпала остановками, сейчас этого нет. Я, я не знаю, я огонек. У меня столько энергии. Чистки, чистки, они самые шикарные. Я от этих чисток, я в восторге. Каждый день, ну, максимум, я могу два дня пропустить в неделю. Я очень прям, а выходные, так это вообще утром и вечером. Я, у меня после каждой чистки другие мысли. У меня прям как, не знаю, я даже не знаю, как это назвать. Мой разум, мой мозг, он работает намного лучше, намного, я не знаю, как, ну, вот своими словами, которых у меня мало. В общем, витамины, волосы, мокти, ну, кожа, кожа, совсем другая стала кожа. Вот что самое, вообще другая, она бархатная. И вот эти были венки, вот эти сосудики, нету их практически уже, ну, мало где, ну, я говорю самое первое, что видно это лицо. Ну, то есть, раньше как-то заметнее были. У меня сосуды тоже такие слабенькие немножечко, и лимфа, лимфа я с детства, у меня в три года удаляли здесь лимфоузел, у меня лимфа сейчас. Бывает, тут побаливает немножечко, сейчас вообще такого нет, и видно, и отеков таких нет, какие были раньше, потому что я любила яйца, любила молочку. Теперь все, у меня уже три месяца, этого вообще во мне нет, и не будет никогда причем, потому что все осознанно, все видишь, все знаешь. Когда у человека есть знания, нужно ими пользоваться. Я не знаю, как люди могут отворачиваться от этих знаний, которые вот тебе идут, а ты делаешь все равно по-другому. Ну, не понимаю. Я бы очень хотела, чтобы у меня дети так живы, но свой мозг навряд ли берет деткам. Но, в общем, я, да, и объемы в теле, в живот. Я не скажу, что у меня там что-то выпирало, что-то было. Я спортом занимаюсь, я очень люблю, и с Валерией он еще больше, еще чаще. И, как бы, тело классное, кожа шикарная. Я не знаю, вот как это объяснить. Я просто, очень много пила БАДов раньше, все не то. Это нужно со специалистом, который все знает по ступенькам, как и что. А то, что там услышала информацию, тут услышала информацию, не будет никакого результата, сразу скажу. Себе проверяла много лет, не будет результата. Может быть, что-то поддерживающее будет. Поддерживающее, а нужен результат. А тут результат, это самый шикарный, это молодость. Это лучше этого результата в жизни нет. Да, вот на самом деле есть два фактора, почему прием БАДов и витаминов, он не работает, не улучшает наше состояние. Первое, это неправильная схема приема, поскольку есть БАДы и витамины антагонисты, то есть один разрушает другой и вместе их принимать нельзя. Все это у нас тут расписано в наших таблицах, что и когда, и с чем, в принципе, мы пьем. С еды, до еды, после, натощак, это все очень важно учитывать. И второй фактор, это паразиты. Паразиты, в особенности пленочные такие структуры, которые обволакивают каждый наш орган, в частности, кишечник, поскольку именно через кишечник у нас идет больше всего усваивание вот этих питательных веществ. А поскольку наш кишечник, в частности, облеплен этими вот структурами, да, пленочными, такими, слизеобразующими, они сами все это хавают, то есть нам просто достаются объедки, либо же вообще ничего, то есть мы пьем БАДы, мы пьем витамины, но ситуация не улучшается. Значит, либо же неправильная схема приема, либо же паразиты, либо вообще и то, и то. Да, все в одном, правильно. А тут все так по ступенечкам и все так четко выстроено и прям я в восторге, я в восторге. Я не то, что не жалею, я всем советую, потому что я очень люблю все пробовать, испытывать на себе, а потом уже я обязательно скажу другим, что вот так возможно, так можно, нужно, то есть вот. Ну, тогда и последний наш вопрос, что бы вы могли порекомендовать другим по поводу нас? Порекомендовать вас не слышно. давать, давайте, Вас очень плохо слышно. Дать курсы, брать, слушать, всю информацию, которая... информацию я ни от кого не слышала, не слышала никогда, ни от кого. И все это проверено, и мне кажется, еще особенно, когда это курсом, когда много человек в чате, когда ты что-то делаешь, и свои пишешь, результаты, или как ты себя почувствовала от определенной, там такая поддержка, что хочется и хочется дальше вот это все, и если тебе кажется, что как-то не можешь, да, а тут такая поддержка, что ты идешь, ты и делаешь, и, ну, как смогла, объяснила. Я очень рекомендую, очень, этот курс, Валерия. А? Поддержка, это очень важно, чтобы вы не думали, вот я тут один такой странный, там чищу, сделаю плит, мы пью БАДы, а у нас просто целые чаты с такими же единомышленниками, поддержка кураторов, поддержка Валерии, это все очень ценно, поскольку, как только люди вот начинают на этот путь становиться, да, очень часто им такой голос, такой пискляпый в голове, что тебе это не нужно, это опасно, там, или там обожжешь себе все слизистые, то есть, это все паразиты, почему? Потому что они ведь тоже живые, они тоже хотят жить, то есть, это нормальный инстинкт для всех живых существ, но здесь уже стоит просто вопрос, либо мы, либо они, и как по мне, выбор очевиден. Да, вы знаете, я вот сейчас смешное скажу, на днях мне муж сказал, что родня думает, что я в какую-то секту попала, я так смеялась, я говорю, да, витаминки, пады, и чистка себя, это оказывается, вот родня, они, кстати, очень палки в колеса могут ставить, правильно все говорится, так, как все и есть, и с ними нужно сражаться, в общем, да, к сожалению, да, очень мало, когда близкие это смогут понять, могут поддержать, у них другой менталитет, то есть, они уже и старше нас, а то есть, чем старше человек, тем у него больше организм закажен этими паразитами, и тем сложнее уже мысли самостоятельно выбирают, что я хочу жить, мне нужна эта жизнь, я хочу не доживать годы, до могилы, а я хочу жить здесь и сейчас, быть как можно больше молодой и активной, но эти мысли, к сожалению, блокируются, и они как ведре с крабами, то есть, когда один вылазит, они ему не помогают, а обратно его тащат, и это, конечно, неправильно, но это есть, это наша реальность, и с ней нужно просто бороться. Да, бороться с ней нужно, да, вот тоже всем посоветую с этим бороться, не подаваться, бороться. Что ж, Инна, спасибо вам огромное за уделенное время, вы просто красавица, вы такая просто героиня, у вас потрясающие результаты, я вам очень горжусь, спасибо большое за с тобой. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Все, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.